Где под Москвой должны были стоять античные статуи? И сколько детей родилось под землей во время войны? В мире шестое по посещаемости, в Европе первое по длине. Это все о московском метрополитене, но так было не всегда. В 30-х годах в столице стало резко расти население, и дороги перестали справляться с потоком людей. 6 января 1931 года город встал в катастрофической пробке. Не работали ни трамваи, ни автобусы, ни извозчики, ни такси. Было принято решение о строительстве подземки. Станции первой линии от Сокольников до Парка культуры должны были стать дворцами для народа. Так и произошло. Сегодня уже 48 станций московского метро признаны объектами культурного наследия. Лучшие архитекторы отделывали вестибюли мрамором и ониксом. Современную Бауманскую планировалось назвать Спартаковской и заставить ее античными скульптурами. Но война спутала планы, и станцию решили посвятить обороне СССР. Во время авианалетов в метро прятались до полумиллиона москвичей. В подземке открыли магазины, парикмахерские и даже библиотеку. А еще подсчитали, что во время воздушных тревог в вестибюлях родилось 217 детей. После войны денег на роскошные интерьеры не было, поэтому архитекторы начали проектировать типовые станции, которые собирались легко и быстро, как детский конструктор. Жизнь вновь стала мирной. И в метро стали ездить на работу и, конечно же, снимать кино. Эта сцена стала знаменитым киноляпом. Героиня садится в поезд на кольцевой линии, а едет уже по Сокольнической. Московское метро никогда не было просто общественным транспортом. Ему посвящали песни и романы. В нем разворачиваются действия видеоигр и сериалов. А какая станция Московского метро ваша любимая?